Итак, мы говорим о книге Йоны и переходим ко второй главе. Вторая глава книги Йоны, собственно, Йона в чреве кита. И вторая глава книги Йоны, она представляет собой псалом. Значит, у нас есть, как бы, вне книги псалмов есть три псалма основные. Один – псалом Давида, который прямо прописан в книге Шмуэля, и он переписан в книгу Давида, он просто дублирует друг друга. Значит, в книге Хавакука третья глава является псалмом открытым, там просто что-то не с заговорком, псалом, Шигалян там. И вторая глава книги Йоны – это та же псалма. То есть, как бы, если убрать этот текст из книги Йоны, то на сюжет книги Йоны это не повлияет. Другой разговор, что все комментаторы в один голос, причем и древние, и новые, и талмуд тоже, просто пребывают в состоянии тяжело, как бы это сказать, ошарашены текстом этого псалма. Давайте я попробую. Итак, я просто зачитаю, благо всего, десять стихов. Значит, ну, и призвал Господь огромную рыбу проглотить Йону. И пребывал Йона в брюще рыбы три дня и три ночи. Вообще, я хочу заметить следующее. Что в христианских переводах регулярно вместо рыбы тут появляется кит. И пригласил Гошем кита, чтобы проглотил Йону. И был Йона в чреве кита три дня и три ночи. По этому поводу Йона в чреве кита – это стандарт полный там в христианской… Тут нет христианской догматики никакой. Это просто некоторое чтение, очень принятое, и Йона в чреве кита – это такая стандартная иконографическая элемент христианских икон. Более того, в христианстве, например, тема Йона в чреве кита и Йона, выходящая из чрева кита – это стандартный символ смерти и воскрешения, где чрева кита воспринимается как могила, например. Это стандарт некоторый теологический, очень принятый в христианской церкви. И у евреев не очень сильно эта тема развивается, хотя, в общем, напрашивается. По этому поводу появления здесь кита, давайте я вот начну с рыбы. Пункт первый. Конечно, хочется кита. Хотелось бы, чтобы человек, когда его глотает какое-то морское животное, ежели это не морской дракон, то тогда кит. Кто там еще такой большой есть в море? То, что евреи знают слово кит, у евреев есть и в Танахе есть это слово левиатан. На греческий язык это слово, его не переводят в греческом языке и в русском тоже. Это левиафан. Левиатан, тав, он без догеша, поэтому читается как фито, левиафан, такое должно быть произношение там на самом деле. Поэтому он левиоз, левиафан, в греческий это как фито переходит, ну в русский греческий, так давайте скажем. Он упоминается в книге псалмов, например, там входит левиафан, левиатан, которым ты забавляешься, ты всевышний. У него такой аквариум с левиафаном. Аквариум это океан, а в нем рыбка под названием левиафан. Рыбка это кит. Я хочу вам сказать первый, самый простой и ясный комментарий состоит в следующем. Почему здесь не левиафан, почему здесь не кит? Ответ простой. Слово Нин, Ниневия, куда Йону послали, это рыба. Эмблема города Ниневия это рыба в сетях. Это эмблема города, старинная эмблема города Ниневия. Поэтому Ниневия это рыбинск такой, ежели хотите, вульгарно. Это такой рыбинск. Поэтому по поводу шутка, которая здесь стоит, это просто шутка, которая прописана прямо в книгу. Ты не захотел в рыбинск, тогда пойдешь в рыбу. Поэтому шутка здесь, почему здесь не левиафан, это сознательная шутка, построенная на знании языков. Значит, Нина, рамейское слово, это рыба, действительно. Такие шутки еще, я могу пару мест в Танахе показать, такие шутки, построенные на игре языков. Они есть, но самое знаменитое, то, что Бавель, да, Вавилон, первая там баба, это ворота, да, врата богов. Танах знает, более того, он это обыгрывает, когда Яков просыпается и говорит, это не что иное, как врата небес. Он же имеет в виду Бавель, он имеет в виду Вавилонскую башню там, Бавель. Танах знает собственный смысл этого слова. Но, что не мешает сказать, аль кен не крашма Бавель, поэтому называется имя Бавель, ибо шам Балай. Потому что там перемешал языки, такая языковая шутка на самом деле. Замечу, что в Бавель в иврите не может быть корня, где первые две согласные одинаковые, просто иврит не допускает таких форм. А две последние допускает, поэтому Бавель переходит, Бабаль переходит в Балаль, это нормально. Для иврит это нормальный переход, иврит не терпит два первых корня совпадающих, две первых буквы корня совпадающих. Здесь вот такая же игра слов, которая есть, и я хочу заметить, в книге Йоны такие шутки языковые, еще есть парочка шуток в этом стиле. Но в данном случае это первое, что приходит в корню. Вторая вещь, которая здесь обсуждается, и она широко обсуждается, это знаменитая история, как человек может прожить в брюхе, хошь кита, хошь рыбу. Три дня и три ночи. Тема, которая становится очень актуальна в XIX веке. Дело в том, что в XIX веке, особенно среди протестантских пасторов, англиканских, англосаксонского происхождения, англичан, но это независимо от того, какой из церквей они англиканских принадлежат, был очень модный жанр комментирования Танаха, чтобы это было реалистично все. Но, я не знаю, есть известная пародия на эту тему Марка Твена, где он описывает вот такого вот проповедника, который описывает этого самого пророка Ильяху на горе Корнель, который лил воду на жертвенника, а потом ее поджег, эту воду. Так вот, он долго объяснял, что это был такой наш, их всех обманул этот проповедник. Это они думали, что он льет воду, а он лил на него керосин. Поэтому он загорелся. Но вот это желание, ну, Марк Твеншуф теперь называется, но вот такой стиль, он был очень принят в 19 веке, в начале 20 века. Попытка вот найти реалистичное изображение. По этому поводу, например, вот именно в этом стиле, там, германский, например, знаменитый, это самое, по поводу того, что тьма над горой Синай во время дрованей Тары – это извержение Вука. Ну, как, огонь пылающий, тьма, ну, ясно, что извержение Вулкана описано. Но то, что на Синае нет вулканов исторического времени, в исторический обзор человеческого существования, это как бы не в счет. Откуда там вулкан взялся, непонятно. Ну, нету в нашем регионе хороших вулканов, действующих. Ближайший, вон там, в район Везувия, Этна и подобных мест, это туда, туда. Тот, кто читал раннего, этого самого, не Насовский только там был, а Фоменко, может получить удовольствие, которое описывает, что на самом деле евреи путешествовали по Швейцарии, потому что где-то там вулкан надо дойти, так вот они дошли куда-то в район то ли Везувия, то ли Этна. Ну, вулкан-то должен же где-то найтись, вот он его нашел там. По этому поводу, правда, всю Палестину пришлось в Швейцарию перенести, но это такие мелочи географические. Я не знаю, я говорю про раннее, я его читал еще в самознатовских вариантах 70-х годов, очень-очень-очень сильно хихикал, когда читал тогда. Да, это было очень смешно. Более поздние вулты как-то читать не стал. Да, но вот это этот стиль принятый. По этому поводу появилась эта знаменитая история. Я могу найти, у меня где-то лежат все эти работы, где описано, что какой-то исследователь обнаружил река, который упал за борт, и его проглотил кит, и он пробыл. Значит, у кита недалеко от глотки есть мешок с воздушным пузырем, он связан с погружением, специально система погружения, но вот как все-таки там есть законы плавучести, поэтому по этому поводу нужен какой-то дополнительный инструмент для того, чтобы повышать и понижать плавучесть. Для этого там есть воздушный мешок типа воздушного пузыря у рыбы, но он заполняется, в отличие от рыбы, он довольно хорошо управляем китом. И он попал вот в такой мешок, чтобы ему было где дышать, и он прожил там, ну, правда, сутки, после чего этого кита выловило китобойное судно. Это 20 век, это 20 какой-то год публикации, 1920 какой-то год. И его оттуда вытащили, он, правда, стал весь пятнисный от пребывания, это самое, в брюхе у кита, ну и так далее. Значит, и он опубликовал эту историю по американским газетам «Много путешествий». Эта история много где повторяется, ее регулярно печатают, и она очень нужна для вот этого сорта проповедников, для того, чтобы сказать, что это могло быть в реалии, что он действительно человек, вот видите, вот был реальный матрос, имя, фамилия, кстати, приводится, матроса, который пробыл, ну, не три дня, Йона все-таки святой человек, он три дня, а это только один день, он простой матрос, ему три дня много будет. Ну, по мне так матросская байка на всю голову, причем такая типичная. То, что какому-то сухопутному крабу ее скормили, это очень так, вполне в стиле будет. Я в эту историю не верю, я не верю в историю про матроса, я готов поверить в историю с Йоной, но не готов поверить в историю про матроса. Вот. Хотя, если хотите, я что? Значит, опять, комментаторы здесь разные есть. Есть комментаторы, которым очень просто решать проблему, так как речь идет о чудесах. Рыба была непростая, и то, что как Йона прожил три дня в этой рыбе, слушайте, а вас не смущает, что рыба его выплюнула на сушу? Вот это вас не смущает. Вас смущает, как он прожил, а как она его проглотила, и как она его потом выплюнула, чтобы он отправился куда надо, вас это не смущает, да? Ну, что это такое? Значит, чудо, оно и есть чудо, мало ли что. Что случается. Второй вариант ровно обратный, что Йоне все это только снится. Что это как бы видение проглотила его рыба, его выбросили в море, море отнесло его, ну, если верить, Йосифа плавил в район Черного моря, и там выкинул на берег. Не спрашивайте, почему Черное море, потому что рассказ Йосифа плавил об этой книге, я еще расскажу. Это тоже довольно любопытно. Значит, но есть вариант, который говорит, ну, это ему все приснилось, это его видение, это такое пророческого типа видение, поведение, не галлюцинация, это бред, да? Потому что он отвечает, ответ есть, да, на поведение. Ну, хорошо. Такие вот пророческие видения. Это второй вариант. Третий вариант, не забудем, еще один вариант этой книги, о котором я скажу потом, более подробно, по поводу того, что вся эта книга объявляет собой литературную какую-то форму и вообще всей этой истории с Яной вообще нет. Это чисто литературная фигура. По мне, так несущественно. Я не очень люблю последний подход, но тем не менее. Значит, это по поводу вот этой рыбы. Раши там доставляет удовольствие, он там, опираясь на метраж, рассказывает, он обращает внимание на то, что вот в первом стихе Йона проглотила рыба, даг, рыб, а во втором стихе и молился Йона Хашему, своему богу, из чрева рыбы в жевском роте, дага. Не даг, а дага. Как бы сам. там есть замечательный рассказ по поводу того, что Йона, когда пребывал в первом рыбе, мальчик, потому что, он продолжал упорствовать, тогда этот рыб его выплюнул, приплыла рыба, рыба, женского рода, чтобы была, и проглотила Йону, а так как у нее внутри была икра, то там было намного теснее и хуже. Но это просто объяснение на самом деле разницы между даг и дага в данном случае нет. Даг и даг, рыба. Значит, далее следует вот та самая вещь, которая называется молитва Йона. Вот я ее просто зачитываю молитву Йоны, а потом скажу, где проблема центральная в этой истории. и сказал из беды своей или из жены, как хотите, любое слово, взываю к Гошему, Богу своему, и он ответит мне или пусть ответит мне, из чрева преисподней молю, услышь голос мой. Ты бросил меня в пучину в сердце морей и потоки окружают меня, все волы и волны надо мной проходят. Я сказал, изгнан я от твоих глаз, но продолжаю смотреть в чертог святой, или в твой святой чертог, или в чертог святой святой, я считаю, что твой святой чертог, в направлении твоего святого чертога. К подложью гор опустился я, земля засовами заперта для меня вовеки, подыми меня, Бог, из преисподней, подыми жизнь мою Божьей испри сов спутней, когда я пал духом, Хошем вспомнил меня, и да придет к тебе молитва моя, да придет молитва моя в храм святой твой, чтующий суетной лож оставили покровителя своего, а я под песня благодарности принесу тебе жертвы, который дал обетам, исполню спасенье Гошема. И сказал Гошем рыбе, и она выплюнула иона извергла выблевала, иона на сушу. Вот давайте внимательно, вот внимательно. Значит, мы ожидаем, и так должно быть, с нашей точки зрения это очевидно, что молитва в чреве рыбы должна соответствовать обстоятельствам. Человек находится в чреве рыбы, и молитва должна соответствовать обстоятельствам. Читаем обстоятельства. Значит, тот, кто молится, находится в третьем стихе в беде, в чреве преисподней. надо мной проходят в сердце морей, потоки окружают меня, и валы, и волны надо мной проходят. Подождите минуту, Чеку. Здесь уже обстоятельства не соответствуют тому, что происходит, потому что иона находится в рыбе. Валы, потоки над ним не проходят. Объяли меня воды до самой души моей, до ноздрей. Бездна окружила меня, водоросли обвели в голову мою. Какие водоросли? Он в рыбе. А здесь описан человек, который барахтается в воде во время бури. На самом деле речь идет вот совершенно очевидно до этого речь идет о человеке, который барахтается в воде во время аварии корабля, которого смыло забор. Вот еще раз просто внимательно. Что это за из беды, из криво бездны взывая услышь меня, я бросен в пучину морей, вокруг меня потоки, надо мной волны и волы, окружали от меня воды до самых ноздрей, однэфэш, вокруг головы моей водоросли, я падаю до самых оснований гор, которые под водой, естественно, до самого дня, а земля закрыта от меня. Вообще-то это не молитва из чрева рыбы, это другая какая-то молитва. Вторая проблема, которая выглядит так, я позвал, я обратился к Гошему, пусть придет тебе молитва моя, я же принесу тебе жертвы, то, что дал, исполни. Ну, правда, про обеты тут не говорится, но понятно, что обеты он дал какие-то. То есть, как бы и он, кстати, это вторая, то есть, он как бы все равно стремится к храму молящейся и надеется, что даже в этих обстоятельствах, вот этот текст по поводу моей молитвы в храм, я спустился, я вспоминаю, пусть придет молитва в храм и в конце я обещаю прийти в храм. Вот это важное такое обстоятельство по поводу обета, что как бы если меня спасут, то я обращаю молитву туда, кстати, вот этот оборот, он классический, и я напоминаю, что молитва любого молящегося пройдет через храм в молитве в речи Соломона при освящении Иерусалимского храма, то есть, как бы молитва проходит через храм на небеса, даже если молитва прочтена вне храма, почему, когда евреи молятся, они обращаются лицом в сторону храма, да, ну, в Иерусалиме, если они далеко от храма, в Иерусалиме к храму, вне Иерусалима к Иерусалиму, ну, и так далее, а совсем далеко это кажется сражение. Но, подождите минуточку, я напоминаю вам проблематику книги Йона. Йона не пошел в Немеве, его молитва должна быть не о спасении, его молитва была, должна быть, я сдаюсь, я сделаю то, что ты сказал. Вот это должен быть смысл молитвы Йона. Вместо этого Йона вместо этого Йона просит только о спасении. Азохан Вей. Вообще-то, вот как раз у кого нет проблем, за что со мной эта беда, там вот человек, который попал в море, он может еще подумать, ну, что я такого сделал, то, что называется хэшбоннэпиш. Отчет о посчитать, какие грехи были. Заслуги, грехи, хэшбоннэпиш называется. Отчет о состоянии души. Бухгалтерия души, хотите, вот такой вот. Мне очень нравится понимание бухгалтерии души. Отчет о душе. Йоне не нужен этот отчет. Йона знает, за штонгом делал. Об этом в молитве нет ни слова. Вот чего в ней нет? Я, выполню обеты. Всевышний, ау, алло, в танке. Какие обеты? Ты в Неневе должен обещать пойти. Ты не забыл? Забыл. об этом не сказал. В результате Медра, поверьте, то, что я сейчас рассказываю, это классическая проблема. Медраж по этому поводу и молился Йона в чреве рыбы. значит, и что же он значит, когда этот самый рыба, когда он такие, значит, я сейчас зачитаю вам некоторые Медраж, но там в какой-то момент я попросил рыбу постоять на месте, потому что пришло время помолиться. И начал Йона молиться, остановился рыбы, начал он молиться всевышний и сказал, владыка вселенной, ты называешься владыкой миров Оламин, или вечности, или миров, тут трудно в Медраше, это может означать и то, и другое, в Танахе это всегда вечность, две вечности, ты называешься, ты умерщвляешь и оживляешь, вот душа моя дошла до самой смерти, ты хаени, дай мне жизнь, и и я обед, который дал, я потом про этот обед расскажу в этом Медраше, я вынесу это самое, и тут рыба выплюнула, минуточку, и что же он читал, а читал он следующее, куда уйти мне от воли твоей, куда сбежать от тебя, поднимусь небеса там ты, поселюсь себе в производне вот ты, вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей, и там на меня рука твоя ляжет, схватит десница твоя, подумал я, только тьма укроет меня, ночь укроет меня от света, но тьма не скроет от тебя, а ночь для тебя светла как день, для тебя что свет, что тьма, как дороги мне замыслы твои, Боже, как велико число их, я враг твоих врагов, Господи, ссорюсь восстающими против тебя, ненавижу их бессмертно, изучи меня, Боже, познай сердце мое, испытай меня, познай мысли мои, посмотри, если я на пути ложном, направь меня на пути вечности, оба, вот подходящий псалом, но это 139-й псалом, это не книга Иоанна, мудрецы отлично знают, что в книге Тхилии есть блестяще подходящий для книги Иоанна Псалом, 139-й, ты отмерил мне путь и ночлег, дал необходимое в дороге, я еще не вымою слово, а ты уже все знаешь, стеной ты закрыл мне путь вперед и назад, закрыл рукой свое, вот оно, вот это молитва молитва Иоанна, вот это должна быть молитва Иоанна, в книге Иоанна ее нету, она в книге Псалмон, Медраж, совершенно, значит, есть два отрывка, то, что называется Медраж Иоанна, они на самом деле не отдельная книга, это отрывки в других сборниках, но очевидно, что должен читать Иоанна. Вместо этого помещен вот такой. И вот то, что я сейчас говорю, это как бы ровное место для всех комментаторов. Что здесь делает этот Псалом, мы не знаем. Поймите простой вещь. Любой нормальный религиозный человек как бы со времен Саади Иоанна, на самом деле еще более для ревних, но он прямо это сформулировал, руководствуется правилом, что текст Писания надо привести к здравому смыслу. Тот, кому это удалось, молодец, и награда велика, а тот, кому это не удалось, ему будет, по крайней мере, награда для старания. За старание. Знаменитые высказывания Нахума Ишгамзо, который процитировал, который прокомментировал все гаммы и это в Танахе. Когда ему указали стих, где его метод толкования не проходит, он сказал, я отказываюсь от этой методики. Говорят, но что же будет с наградой за все твои труды многочисленные? На что он сказал, что как я получил награду за те труды, так я получу награду за отказ от тех трудов? Это вот этот подход. Честный исследователь обязан быть таким. Что здесь происходит? Вот давайте древнейший комментарий по этому поводу. Тот самый, то, что называется Мидраш Йона. На самом деле, я в данном случае, он находится в сборнике Мидрашей, который называется Перкейдараби Элиэзер. Это очень известный сборник Мидрашей, на него много, кто ссылается регулярно, например, это один из основных Мидрашей, которым пользуется Дон Ицхака Барбаны. На него ссылается очень часто и цитирует его очень часто. Это очень популярный Мидраш Эггэдараби. И по этому поводу я просто зачитаю. Эта рыба была предназначена с шести дней творения, чтобы проглотить ее. мидрасей. опять, вот теперь язык Мидрашей. Когда такая фраза произносится, имеется в виду следующая, ее надо поместить в тот же список, в который 10 вещей, которые были созданы в мире в сумерках перед наступлением субботы. Там длинный список, колодья смирьян, уста земли, которые проглотили, короха, вот эта рыба вот из того списка, посоха арона, ну и так далее. Вот рыба она из этого списка, это чудесные вещи, которые в какой-то момент возникнут, которые появятся регулярно одноразово появятся. Ман там вот в этом списке, например, то есть ну вот такой список. По этому поводу он как бы говорит, что это непростая рыба, чудесная рыба. Вот что здесь сказано. Что это как бы непростая рыба, она была самым начал такая. И он вошел, Йона, вошел в пасть этой рыбы, как человек, который входит в большую синагогу и стоит в ней. И два глаза рыбы были подобны застекленным окнам, прозрачным застекленным окнам для Йона. Там слово, которое употреблено, оно редкое очень слово. Там огромное количество, кстати, филологов писали по поводу этого слова. Ясно, что это стеклянное. Должно быть аспакларио на самом деле. Аспакларио это стекло, не зеркало, как куча народа думает. То есть более поздно это могло быть зеркало, но в старых текстах это стекло. Значит, чтобы вам было понятно, окна, забранные стеклами в те времена, о которых когда написано медраж это а это огромная редкость, б это очень маленькие стекла. Вы что думаете, мозаики случайно появились? Это просто для того, чтобы большие стекла, большие стекла, большую площадь не умели делать. Поэтому мозаика как бы... Более того, вторая вещь, которую не умели делать, не умели делать прозрачные белые стекла. И самая дорогая вещь на свете, какая возможно, это как раз белое стекло. Вот такой, который у нас на окнах. Это самая дорогая вещь, какая бывает. И именно про нее сказано, кто хочет разориться, пусть покупает посуду такого цвета. И вот лучшая находка этого блюда периода восстания Барковбы, найденная во время раскопок в пещерах у Черном Море целенькая. Когда его вытаскивали этот самый профессор пишет, что он испугался, что сейчас на нем окажется над не сделано в Японии. Мадуин, Джапан. Значит, это огромное, это безумно дорогая вещь. Поэтому, когда говорятся застекленные прозрачные окна, это бриллианты такие. Значит, так вот, глаза у Йона были, для Йона как огромные иллюминаторы. Раби Мейер говорит, драгоценный камень была подвешена в чреве рыбы и она освещала все Йоны как солнце, которое светит в полдень. И видел Йона в этом освещении все, что в море и в бездне. Значит, появление Маргарита Хат, появление вот этой жемчужины или Маргарита может быть драгоценный камень и жемчужина с равной степени. Значит, я напоминаю для тех, кто опять забыл, длинный спор в Медрошах по поводу того, что такое цохор, который надо было сделать в ковчине. Некоторые говорят, что это окно, а некоторые говорят Маргарита Тува, чтобы освещать, драгоценный камень для освещения. То есть, Раби Мейер как раз говорит, что эта рыба для Йона была чем-то вроде копчеба. Но дело в том, что когда вы читаете это, у вас возникает, в общем, у любого современного человека, который это самый знаком, возникает тяжелое ощущение, что Йона попал в какой-то батискарф. Потому что вот в этом медраше, я не говорю в книге Йона, в этом медраше, потому что два глаза, как два больших застекленных иллюминатора, круглых, кстати, в рыбе огромный фонарь, который освещает то, что делается в море и в этой самой бездне. И видел я все, что происходило, как сказано, свет Орзаролы Цедик, свет светит праведнику у Лыгешрей Лексимха, а у честных сердцев радость. Значит, с вашим позволения, я продолжу эту историю замечательного про это белого батиска. сказала Рыба Йонь. Там начался такой замечательный диалог. Рыба решила поговорить с Йонем, который у нее в брюхе находится. Ты не знаешь, но мое время пришло, чтоб я скормил себя в Левиафан. Оба-на! Вот наконец-то появился Левиафан. сказал Йона, отведи меня к нему, и я спасу тебя и свою душу от него. И отвела его рыба к Левиафану. Сказал Йона, Левиафану. я ради тебя спустился посмотреть, где ты живешь в море, и не просто так, чтобы я спустился, но я собираюсь вставить леску в твой язык и поднять тебя для великой праведной, для великой трапезы праведников, и показал ему печать Авраама. Посмотрел он на печать Союза, увидел Левиафан, все это избежал от Йоны на два дня пути. Это тоже любопытная такая сцена, медраж. Я просто получаю без удовольствия от всего этого. Я напоминаю, это вторичный такой медраж. На будущем Перу праведники будут сидеть за столом и по классическому медражу, который все очень любят, на стол будет подан шоргабар, шоргабар, дикий бык и левиатан. В субботних песнях левиатан появляется регулярно именно как трапеза мира грядущего. По этому поводу Йона, когда приплывает ему рыба, прибудет к левиафану, говорит ему, что, в общем-то, я пришел осмотреть где живешь, потому что я собираюсь тебя выудить и подать на трапезу праведников мира грядущего. Тот самый левиафан, который уничтожил самца или самку, оставив только без пары, чтобы не размножились и не захватили весь мир. Это этот самый Медраж в начале книги Борисшин. Это вот этот левиафан. И он будет его оставить для праведников мира грядущего, чтобы много чем закусить. левиафан увидел, Йона доказал, что он серьезный. Йона показал ему печать пророка Абраама, перевожу на русский, что он обрезанный. Вообще надо сказать, что для тех, кто мыслит картинками, эта сцена просто убивает. То есть у меня такое чувство, что я какой-то комикс читаю, потому что согласитесь, что еще раз тут вопрос именно как человек читает. Читает он слова или читает он картинки как бы читает. Вот если смотреть картинками, то вид будет фантастический. Значит, и сказал Йона этому самому рыбине я тебя спас от левиатана, покажи мне то, что в пучинах морей. И показал ему великий поток океанических вод, ибо сказано на Харгесову, не обратите внимание. И вот теперь пошел комментарий к молитве Йоны. Что все это здесь делает? Это медраж, поймите, медраж, он очень сильно прикреплен к тексту. В данном случае сказано, поток меня, ходит вокруг меня. Значит, Йону рыба привела к главному океаническому потоку, и тот увидел, как вокруг него гальфстриму, хотите, и он увидел, как окружает его, значит, этот поток. Показал он его тропинку в море Сув, в Хремном море, море Тростника, где пройдут, по которой прошли евреи. Значит, в стихе шестом Сув, я перевел водоросли, но и это правильный перевод, конечно же, но море Сув обычно понимают, как Тростниковое море, я не исключаю, что это водорословое море на самом деле. Перевод Красное море, это явная ошибка. Это просто географически не проходит. Я, в общем, всегда ставлю Хремное море, чтобы не впускаться в объяснение, что там имеется в виду. Но вот слово Сув, это та тропинка, по которой евреи прошли по морю Сув. показал место, где выходят морские волны, где сказано, что передо мной прошли все волны, показал столпы, на которых стоят земля, показал ему ад рыбы, путешествие в рыбы, ибо сказано, подойми меня из бездны мою жизнь, показал ему гегеном, гегену, ибо сказано, мебетен шауль, из чрева бездны, услышь молитву меня, показал ему, что находится под храмом Гашема, отсюда мы учим, что Юрусалим стоит на семи столпах, показал ему основание Эвенштия, вот этот скальный выступ, на котором стоял Ковчег, значит, только он показал его основу в море, показал ему там, потомка в корах, которые стоят и молятся, это вот они проклочены в бездну, и он показал, как они там, и сказал Юне, вот ты сейчас находишься, рыба, сказал Юне, что вот ты сейчас находишься под храмом Гашема, помолись, и она ответит тебе немедленно, сказал он тогда Юне, стой на месте, и далее описывается молитва Йоны, и когда он сказал, когда Йона сказал спасение у Господа, рыба извергла его. Что имеет в виду Йона, когда говорит, я исполню обеты, это обет, тема должна быть закрыта, обещание принести левиатана на трапезу праведников, он же обещал это левиатану, это обет такой, но понятно, что выполнит он его только в грядущем. и моряки, которые увидели все чудеса, которые произошли с Йоны, выкинули своих башков в море, где сказано оставят, вот это необычное чтение девятого стиха, те, кто чтущие суетную лочь оставили покровителя своего, здесь наоборот чтущие суетную лочь оставили богов своих, вот такая вот мысль, что моряки, увидев все эти чудеса, я так не знаю, откуда они увидели, но это неважно, оставили своих идолов, значит, вернулись в Яфо, поднялись в Ярусалим, сделали обрезание и стали праведными герами, но это в этом мидраше, это вот так, вот так стоит, вот в этом мидраше. Смотрите, вот я понимаю, что выглядит это странно, ну как, вот в текст, вот это, это очень милый рассказ, путешествие Йона в очреве морей, внутри биологического батискафа, описанного здесь, это ужасно мило, мне это очень нравится эстетически, но запихнуть этот рассказ в книгу Йоны я могу только одним способом, мудрецы говорят, не соответствует, рассказ не негодяй, не соответствует рассказу, я честно прочел все, до чего смог добраться, включая ультрамодерновую литературу, а поверьте мне, что если бы было хорошее решение, что здесь делает этот псалом, я бы его знал, его бы обязательно упоминать, хорошего решения умом. Что он здесь делает, понятно, что Всевышний отвечает на молитву Йоны, так он ответит в будущем жители Ниневии, хотя их молитва сомнительна, так в тот момент, когда Йона попросил о спасении и обратился к Всевышнему, он получил ответ. Вот чего здесь нет? А вот теперь начинается самое любопытное в этой истории. Ради чего все эти долги мы рассказывали? Дело в том, что мы настолько привыкли читать книгу Йоны, как рассказ от Шувея, потому что ее читают в Йон-Кипур, это рассказ о раскаянии и рассказ о жителях Ниневии, это рассказ о раскаянии. И в Мишне, когда говорится во время поста проповедник обязан произнести буквально следующий текст, что жителям города Ниневии Всевышний ответил не за то, что они молились и постились, а за то, что они оставили грех, который в их руке, обязательный текст, приписанный текст на Мишне, ссылка на прецедент вот этот Ниневийский, мы привыкли к тому, что книга Йоны от Шуве, но в первых двух главах от Шуве нет ни слова. Йона не раскаялся ни в первой, ни в второй главе. Моряки, им-то в чем раскаяниться? Тоже речь идет о другой немножко ситуации. У нас первые две главы о силе молитвы. Что важно? Моряки в 14 стихе первой главе вызывают Господу и говорят не дай нам пропасть за душу этого человека. Ты сделал что хотел. Вот это признание. Ты сделаешь что хочешь. Молитва Йоны во второй главе. Это молитва нет шувы. Это молитва спаси. И на нее отвечаем. На самом деле тогда третья глава о раскаянии города Ниневи может быть это тоже рассказ о молитве. Вот об этом стоит подумать. Может быть это рассказ о силе молитвы. И вот это молитва не на месте. Молитва не по сюжету книги. Причем я еще раз говорю что Медраж который сюда вставляет 139 Псалом обратите внимание он естественно не пытается перекроить книгу Йоны. Ни мы писали ни нам перекрают. Но говорит указывает что здесь по человеческому разумению должно быть и указывает на то что это не отсутствие фантазии автора. Эта молитва известна. Если составь но не хочешь вставлять сюда копию составь по ее мотивам в конце концов мотивы которые в этом псалме у меня где-то там я совершенно не считаю необходимым. Темы в этой в этого псалма в книге псалмов смотает стихов с этими темами. Это не оригинальный псалом здесь. Нет того что в других нет. Его можно скроить там взяв пять псалмов и скроить из них что-то подобное. Это можно сделать. Другой разговор что этого никто не делает проще было составить но. Но молитва на эту тему она нет проблем с ней. Но выбран почему-то выбран псалом потерпевшего кораблекрушения а не псалом раскаяния. Вот чего мы здесь ждем. Мы ждем здесь псалма раскаяния а вместо этого нам предлагается псалом потерпевшего кораблекрушения. я хочу заметить что если убрать начало книги а именно что Йона отправляется по должен отправиться помолиться селешним вместо этого бежит а началь что Йона путешествует на корабле и за ним какой-то грех его бросают или корабль и его выбрасывают в море то второй псалом на месте он не на месте только из-за начала первых стихов книги там где сказано что Йона это все делает не того что его послали что он делает это в нарушении возложенной миссии если убрать первый стих самый первый стих книги первые два встань идти в город Ниневи зачитай ему что поднялось зло передо мной и начать сразу и встал Йона чтоб бежать торшишь и спустился в Яфу и нашел корабль то второй псалом на месте то псалом второй главы оказывается глубоко на месте это тот самый псалом человека бросили в море он молится тогда я предлагаю подумать над еще одной и она здесь может быть тоже имеет смысл собственно говоря Йона совершает путешествие путешествие трагическое перервалось и он оказался в пучине морей то есть он на этом путешествии потерпел корабль кошель и ведется как любой человек который потерпел кораблекрушение молится всевышнему о спасении совершенно не думая о миссии своей в жизни о своем долгом перед всевышним он думает о себе и о спасении что естественно по этому поводу у меня на самом деле такое впечатление что второй псалом как бы по мысли автора оставляет Йону тупым Йона продолжает тупить и не он хочет спасения он не самоубийца мы видим что он не самоубийца он хочет жить но как бы он продолжает читать себя право по всей этой истории он просит о спасении при наличии в общем прямого ослушания Бога но он не говорит я буду хорошим я сделаю что-то сказал он говорит спасибо тогда последнее его пассаж становится очень любопытно в конце книги Йона говорит я не хотел идти в Ниневию говорить раскаетесь потому что знал что ты простишь и я буду не раскаетесь а в смысле город погибнет не хотел быть в ролях потому что я знаю что ты добрый прощай поэтому я этого не хотел но подождите в рамках второй главы вот теперь я хочу в рамках второй главы а ты а ты ты сам был спасен не раскаявшись даже ты не обещал выполнить то что зачем тебе посылать то есть как бы у меня тяжелое впечатление единственное которое мне приходит в голову объяснение что здесь делает второй псалом Йона продолжает тупить Йона не считает что он обязан что-то выполнять но считает что в такой ситуации надо обращаться к Всевышнему он действует как положено по привычке а как еще должен действовать в этом случае люди озвучают именно так вот именно это он и делает я это мое представление о смысле этого псалма опять я повторяю то что здесь в растерянности все комментаторы я знаю но мне кажется единственная у меня идея как решить эту проблему но вы же сами понимаете когда предлагается решение которое не видел у других оно как бы я не доверяю таким решениям хотелось бы видеть основания у солидных авторитетов к подобному подходу я его не знаю вот честно все сегодня окей замечательно не знаю мы будем позволять короткие вопросы либо мы закроемся ну вы можете закрыть записи позволять короткие вопросы окей ну хорошо тогда если мейер позволяет пожалуйста короткие вопросы но бмт короткие ну вот видите какой я был убедительный даже вопросов никого не возникло народ вопросы есть загрузка была хорошей теперь надо переваривать но я действительно я советую еще раз попробовать поместить его в книгу вот главная проблема попробуйте поместить его как-то в книгу там все понятно там нет секретов псалом простой по смыслу по содержанию может быть для меня он очень простой потому что книга псалмов родной дом ну в ограниченном понимании опыт чтения есть он не сложный но что он делает здесь и еще раз это не мой вопрос правильный вопрос правильный ответ дает тот самый мидраж который говорит 139-й псалом читать должен у меня вопрос есть можно вот то что вы говорите в общем-то я это заметил вообще вслеход то есть вслеход там не говорится о том что дай нам силы преодолеть и мы исправимся и так далее там все время спаси нас ради себя самого и пожалей нас и пощади нас и ничего не говорится о том что мы нарушали мы делали так и так не говорится о том что мы сейчас сделаем шуаз и справимся и дай нам силы и понятие что мы это здесь справились и говорится спаси нас ради нас потому что ты добрый потому что ты хороший потому что ты нас любишь ради Аврама Исхака Якова и так далее и так далее это какая-то общая идея слиход отсылка я как-то не додумал досюда а это хорошо потому что там есть в одной из слиход праза тот кто ответил я не в чреве рыбы ответь нам да то есть как бы слиход они регулярно просят бесплатного прощения да 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 вот мне это интересно вот это бесплатное прощение я как бы я тебе даже даже не говорится что я обязан тебе чем-то хинам как там хинам энкеса да на еврейте очень любят произносить эту фразу безвозмездно то есть без денег да ну такая явная глосса в тексте хинам энкеса безвозмездно редкое слово хинам от слова хэн из того что ты мне нравишься хинам она вот такое мы просим слиход хинам вот иона просит хинам он ничего нет он обеты собирается исполнить но они книги эти обеты не имеют отношения в чем проблема за подсказку слиход спасибо им еще раз я уже купил слиход на русском языке чтобы убедиться что все правильно и я все время да даже в ежедневном таханоне который мы читаем там все время особенно по значит это часть слиход и в понедельник и в четверг то же самое главная часть слиход все-таки понедельник и четверг там виду и главная часть там хоть а слиход сукот виду и нету как раз вот такого рода свойством обладает слиход праздника сукот они вот гащенот гащенот то есть слиход кстати да ну и слиход перед это самое гимнерайм тоже подобным образом построены но вот это гащеность в сукот не они все вот такие они вот очень перекликаются с этой молитвой ион ну да там все время повторяется лиман шумеха лиман шумеха каждый каждый пасук кончается что ты для себя это сделал не для нас не нам уже как спаси нас ради себя самого вот и все интересно ну вот да ну хорошо спасибо большое спасибо мэйр ну тогда шаббат шалом и вам шалом всего всем доброго шаббат шалом мэйр 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 ну